День добрый, с вами Смирнова Ирина и сегодня мы будем оформлять группу ВКонтакте. Группа у меня уже создана и мы сегодня используем определенный ресурс, который нам поможет создать интересную аватарку для группы и баннер для группы. Итак, группа называется «Все для начинающего блогера». Она у меня привязана вот к этому аккаунту. Давайте мы сейчас на нее выйдем, на эту группу. Вот она, эта группа. Я ее делала попытку оформлять, мне оформление не понравилось. Я сейчас буду его переделывать и буду записывать всю информацию, как это делается. Для того, чтобы создать красивое оформление группы, нам необходим вот такой вот ресурс. Этот ресурс называется «ВК-профи». Здесь мы можем создать аватар группы, меню группы и здесь есть блог с очень такой достаточно доступной и интересной информацией. Для того, чтобы выйти на работу с этим ресурсом, нам нужно авторизоваться. Нажимаем вот на эту кнопочку. Обратите внимание на то, что вы должны открыть тот аккаунт, которым вы будете создавать группу. У вас происходит связь с этим аккаунтом, с этого ресурса. Вы разрешаете доступ к своему аккаунту, нажав вот на эту клавишу. И вот вы получаете возможность работать на этом ресурсе. Итак, сегодня мы с вами будем заниматься созданием аватара группы. Я нажимаю вот на эту ссылку и у меня открывается вот такое поле. В этом поле есть два окна. Вот это окно для создания аватара. А вот это окно для создания баннера. Мы можем сюда загрузить определенные рисунки. Мы можем здесь устанавливать этот рисунок таким образом, как нам нравится. И мы можем с вами добавлять сюда и текст, нажав вот на эту кнопку. И текст, и картинку, и определенные кнопочки, пройдя по ссылке спрайт. Определенные кнопки, возможности определения форм или какие-то определенные иконки. Те, которые нам понадобятся. Это первый вариант создания. Сейчас мы с вами пройдем по тому пути, который осуществила я. То есть здесь ресурс очень хорош. Он очень хорошо все расставляет по местам. Но здесь не совсем хорошая, полная такая возможность создать красивые тексты. Или не совсем хорошая возможность создать красивые кнопки. Поэтому я пошла немножечко другим путем. Я использовала вот такой ресурс, который называется PowerPoint. Я приблизительно распределила информацию той картинки, которую я хочу сделать, вот на этом слайде. Здесь я подогнала по формату приблизительно тот аватар, который у меня будет на группе. Создала ту информацию, которая соответствует данной группе. То есть попыталась сделать это так, чтобы на такой момент, как привлечение внимания человека, и дать информацию человеку, о чем эта группа. Чтобы это было достаточно ярко. Но об этом я пишу в статье на блоге. А сейчас мы с вами конкретно занимаемся созданием аватара и баннера нашей группы. Итак, что я делаю? Я увеличиваю размер слайда, предварительно открыв фасткап. Увеличив размер слайда, выйдя на просмотр его, я делаю скриншот этого слайда. Сохраняю его. И выхожу на ресурс. Теперь я могу загрузить ту картинку, которую я сделала. То есть я выбираю вот эту вот ссылочку. У меня открывается рабочий стол, то есть та папка, в которой я сохранила этот баннер. Я его загружаю сюда и аккуратненько настраиваю так, чтобы этот баннер стал очень точно именно в то место, которое мне необходимо. Что я могу сделать с этим баннером, с этим рисунком, который я загрузила? Я могу его увеличить в размере. Вот здесь есть маркеры. Видите, я могу потянуть за маркер и сделать его того размера, который мне нужен. Вот сейчас практически, наверное, я уже создала. Нет, немножечко, видите, сюда перешло в сторону. Давайте мы сделаем так. Я немножко вот за этот маркер растяну чуть-чуть. И вот так вот установлю. Мне важно, чтобы вот эти вот формы были очень аккуратно заполнены. Здесь будет аватар, и поэтому все рисунки должны быть очень хорошо распределены. Вот таким образом я установила картинку, свою ту картинку, которую я сделала. Теперь задача такая. Аватар у нас готов. Мы здесь написали призыв, следуй за нами. А здесь вот этот баннер, он будет открываться впоследствии. И я должна показать, что здесь должно быть меню. Чтобы человек видел, что тут есть меню, и чтобы он мог кликнуть по этому баннеру и выйти на это меню. Поэтому я должна здесь сделать какой-то определенный призыв. Я призыва особого делать не буду, я сделаю просто кнопку. Для того, чтобы сделать кнопку, мне необходимо добавить сюда эту кнопку. И я это делаю таким образом. Я нажимаю вот здесь вот на ссылку спрайт. У меня появляется, выпадает вот такое меню небольшое, в котором я могу создать формы определенные. Могу создать кнопки, вот они кнопки, или выйти на иконки. Я выбираю кнопки и выбираю вот такую вот кнопку. Эта кнопка у нас укладывается вот сюда, в этот уголочек. И я его аккуратненько растягиваю, эту кнопочку. Но прежде чем начать с ней работать, я должна разобраться еще с одним моментом. Посмотрите, для того, чтобы очень хорошо совпадали вот этот баннер с аватаром в рисунке, мне необходимо их будет загружать по отдельности, но они должны встать очень точно. Поэтому я должна понять, что я буду отображать в своей группе. Я могу отобразить аватар, баннер, название группы. А могу, немножко опустив вот этот баннер, написать еще и статус этой группы. Для того, чтобы опустился баннер, мне необходимо вот в этом чекбоксике добавить статус, поставить галочку. Я поставила галочку, обратите внимание, видите, немножечко вот этот баннер опустился. Значит, я вот эту кнопку, она теперь ушла у меня с этого края. Я ее поправляю вот таким образом и немножечко могу даже увеличить. Если вы хотите еще добавить описание группы, то вам нужно поставить галочку вот в этом чекбоксике. Вот таким образом. Еще ниже опускается, видите, баннер. Но я описание не буду делать, поэтому я с этого чекбоксика убираю галочку. И у меня баннер чуть-чуть поднимается. Вот таким образом я установила кнопку. Кнопку я могу увеличить в размерах, уменьшить, но мне надо здесь просто написать слово меню. Что я для этого делаю? Я для этого выбираю вот эту кнопочку текста. Здесь появляется вот такая ссылка. Введите текст. Я эту ссылку увеличиваю в размере, потому что мне нужен размер текста большой. Пишу здесь слово меню. Меню. Пытаюсь сделать его другим цветом. То есть нажав вот на эту кнопку цвет, я выберу цвет вот таким образом, бегунком. Теперь поменяю на белый или могу ввести сюда вот код цвета. Для того, чтобы его поменять, этот цвет, мне нужно нажать вот на эту зеленую галочку. Вот я нажала на зеленую галочку. У меня это слово стало маленьким. Я его увеличиваю, причем я могу растянуть его и в высоту, и в ширину. Я вот сделаю вот таким вот, его достаточно высоким. Если мне понадобится, я могу сделать шрифт полужирным, курсивом или подчеркнуть. Мне достаточно того, что я сделала. Я оставляю вот такой, созданный мной баннер с кнопкой. И теперь моя задача его сохранить и загрузить в группу. Для того, чтобы сохранить этот аватар и баннер, я использую вот эти вот три полосочки в левом углу экрана. Нажав на них, у меня появляется меню, в котором я могу сохранить данный шаблон. Нажав вот сюда, у меня идет загрузка шаблона. Я советую вам это делать, потому что если что-то пойдет не так, вы просто откроете эту картинку. Вот, сохранился шаблон. Для этого я кликаю вот сюда, переименовать. Убираю название и пишу здесь шаблон 1. Просто кликаю по полю, по чистому, у меня сохраняется данный шаблон. Теперь моя задача сохранить аватар и баннер. Я опять нажимаю на эти три полоски и экспортирую на свой компьютер аватар и картинку. Сначала экспортирую аватар. Кликаю в экспорт аватара. Появляется ссылка «Скачать аватар». Нажимаю на нее. У меня сохраняется аватар под именем «Имидж аватар» в расширении PNG. Теперь я сохраняю картинку. Экспорт картинки. То же самое. Появляется ссылка «Скачать картинку». И скачивается картинка «Имидж лев». Картинка, находящаяся слева. Или левая картинка. Но мы его называем баннером. Итак, я все сделала. Смотрю, куда сохранились у меня эти картинки. Показать в папке. Вижу, что это папка «Загрузки». Закрываю. И перехожу к группе. В группе у меня уже был загружен аватар. Тот аватар, который мне не совсем понравился. Поэтому я здесь просто кликаю по ссылочке «Загрузить новую фотографию». А у вас, если это группа, только что созданная, вот это место будет без рисунка. Поэтому здесь просто будет написано «Загрузить фотографию». Кликаем «Загрузить новую фотографию». Выбираем тот файл на компьютере, который из папки «Загрузки», который у нас сделан, создан. Вот он. Он был создан у меня 12-го. Он загружается. И я могу с ним работать. То есть у меня есть возможность его подкорректировать по размеру. Но я для того, чтобы у меня размер, то есть совпадал аватар с картинкой баннера, я оставляю размер абсолютно такой, как я его создала на ресурсе. Обратите внимание, что здесь клавиша «Не сохранить», а «Сохранить и продолжить». Это значит, что нам из аватара надо будет выбрать маленькую аватарку, которая будет отображаться у нас при создании информации в группе. У меня группа будет посвящена созданию блога на платформе WordPress. Поэтому я выбираю вот этот вот значок. И теперь кликаю «Сохранить изменения». Предварительно посмотрев вот эти вот рисунки. Вот они, эти аватарочки, которые будут у меня показывать, что эта информация или этот статус пошел у меня именно от имени группы. Кликаю «Сохранить изменения». И вот у меня установился мой аватар. Вот таким образом. Теперь наша задача поставить сюда баннер. Для этого я в форму записи вставляю курсор, выхожу «Прикрепить фотографию». И выбираю, загружаю фотографию. Ту фотографию, которую я создала в виде баннера. Вот он этот баннер. Я его загружаю. Обратите внимание обязательно на то, что у меня идет загрузка от имени группы. Вот в этом чекбоксе я обязательно ставлю галочку. Я пишу «Отправить». У меня отправляется эта фотография, обратите внимание еще раз, от имени группы. Я выхожу на время создания. Вот две секунды назад. Здесь есть ссылочка «Комментировать» внизу, а есть «Время создания». Выходим вот сюда. У нас появляется сам баннер здесь. И внизу нахожу вот такую ссылку «Закрепить». Закрываю баннер. У меня баннер пока еще находится внизу. Для того, чтобы он поднялся вверх, я обновляю страницу. И вот он у меня встал на том месте, которое я хотела бы его поставить. Обратите внимание на то, что рисунок, как видите, полностью совпал. И в группе у меня здесь название и статус. То есть если я захочу здесь что-либо написать, то у меня мой баннер будет стоять правильно по отношению к аватару. Итак, вот таким образом мы с вами оформили внешний вид группы. В следующем видео наша задача будет создать меню и прикрепить его вот к этому баннеру. То есть человек должен зайти сюда в группу, посмотреть, что здесь есть ссылка на меню, выйти на это меню и узнать всю ту информацию, которую я ему буду предлагать. Итак, на этом я сегодня заканчиваю. С вами была Смирнова Ирина. Всего доброго!